Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В наши дни философия ресторанного сервиса претерпевает изменения. Завоевать гостя лишь вкусными блюдами стало сложнее. Концептуальность и атмосферность – те факторы, которые привлекают гостей, надолго остаются в памяти и заставляют приходить снова. В высшей школе сервиса учитывают данную тенденцию при подготовке новых кадров. Экзамен сдает группа студентов. Эта группа студентов разрабатывает, придумывает какой-то ивент. Это может быть культурное событие, может быть политическое событие. Сейчас самое главное – это не просто организовать какой-то ланч или прием, более помпезный формат, но подарить гостям впечатление, несбываемое впечатление. Вот тогда это будет сервис в стиле 21 века. Студенты этой школы всегда отличались креативным подходом к делу. Традиционный экзамен в формате приема теперь становится масштабным событием, выдержанным в определенной тематике. Это люди, которые не связаны с фэшн-индустрией, но при этом хотят сделать акцент на блюдах и подобрать их к одежде. Это для меня совершенно новый опыт, и я всегда за какие-то эксперименты. Это уникальная возможность, которую нам представляет высшая школа сервиса, что можно соединить два вот таких вот огромных направления – высшая индустрия и высшее искусство школы поварского, кулинарного и всего остального. Одежда, образы, цвета – все специально сочетались с форматом еды, с форматом блюд, с форматом самого мероприятия. Свадебные наряды, которые можно было использовать, конечно, как торжественные для разных случаев. А в дальнейшем шли платья подружек невесты или просто для торжественных также церемоний. И, конечно, классика – это три платья черных. Кроме модного шоу, выпускники подготовили ивенты на тему экологии, театра, поэзии и моды, при этом показав свои профессиональные навыки организации сервиса международного уровня. Все студенты обычно переживают, но потом они видят, как они много уже умеют делать и всегда очень счастливы после мероприятия. Они очень долго готовятся, поэтому хотят проявить себя наилучшим образом, и они преуспевают в этом. Выпускной экзамен – это всегда встреча двух поколений. Родители и педагоги с одной стороны и без пяти минут специалисты с другой с этого момента выходят на новый уровень взаимопонимания. Это поколение, которое родилось уже в эпоху интернета, в эпоху мобильной связи, в эпоху свободы передвижения по миру. Естественно, они другие, это совершенно закономерно. Это поколение с потребностями уже более высокого порядка. И, в частности, они отличаются еще тем, что они очень заинтересованы в своем личностном и профессиональном росте. То, что с такими профессиональными знаниями выпускники будут востребованными, никто не сомневается. Но самое главное умение, полученное здесь, это опережать свое время. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Стилист, мастера макияжа, модели из реальной жизни и свежая коллекция от Елены Миро. Этот модный эксперимент выстраивается вокруг летних жакетов. Это и главный тренд сезона, и вместе с тем вещь икона. Жакет в стиле Шанель, сдержанный бежевый, работает на элегантность. Морской стиль, своего рода классику летней моды, в этом сезоне дизайнеры усовершенствовали. Не перегруженная деталями, модель выполнена из облегченной пластичной ткани. Еще одно стильное и универсальное решение – удлиненный жакет. Его главное преимущество – он вытягивает силуэт. Цветовое воплощение может быть любым. Все эти вещи вариативны, а значит, украсят они как деловой гардероб, так и повседневный. Летом достойная альтернатива верхней одежды – куртке, плащу или ветровке – может стать мягкий и удобный жакет. Например, в стиле Шанель или современный удлиненный. Выбирать такой жакет лучше по типу фигуры. Если нужно что-то скрыть, то лучше использовать удлиненный жакет, а если есть что продемонстрировать, можно и укороченный. Такой жакет очень хорошо впишется в любой образ. Его можно использовать как на работу, так и, допустим, на прогулку, смотря с чем вы его скомбинируете. Элегантность подобного образа не только в жестах и осанке. Соответствовать луку должны и прическа, и макияж. Слово «элегантный» подразумевает, конечно, сколько ни цветовую гамму, это ошибочное мнение. А скорее подразумевает, это вот как в Елене Мирово, подразумевает определенное качество тканей, а там определенное качество косметики и текстур, то есть которые вызывают ощущение как раз достоинства, ощущение дорого, даже так. Жакет для летнего сезона не предусматривает подклад, но за счет плотной фактуры хорошо держит форму и комфортен. Моя большая любовь – это пальто. Я очень люблю пальто, поэтому все, что в синее, это было моим абсолютно. Это летнее пальто, оно комфортно там от плюс 10 до плюс 25 совершенно спокойно. И за счет ткани натуральных, в нем вообще всегда больше. И не жарко, он пол. Для меня очень важно качество, поэтому эта марка, именно вот эта одежда, отшивается из натуральных высококачественных тканей. И я считаю, что каждая женщина должна позволить себе носить вещи с этих качественных, красивых тканей. Это ощущение, это уверенность в себе, ну это комфорт прежде всего. Стиль – это в том числе внутренняя уверенность и определенная смелость, позволяющая вносить в свой гардероб вещи сильные, акцентные. И, конечно, носить их так, чтобы они не перетягивали внимание на себя, а украшали обладательницу. Елена Миро. Итальянская одежда с расширенным размерным рядом. Сезонная распродажа. Скидка 50% на новую коллекцию. Проспект Ленина 65. Империал Фэшн. Собираем безупречный гардероб, женственные платья и ультрамодный спортшик. Самая модная обувь и аксессуары итальянских дизайнеров. Империал Фэшн. Из Италии с любовью. ТРК Фокус. Третий этаж. Элегантный дизайн новой коллекции. И неизменно высокое качество. Цветочный принт в одежде, как правило, делает образ романтичным, в то время как графические линии обычно работают на динамику или даже экстравагантность. А как все это представлено в коллекциях весенне-летнего сезона, смотрите прямо сейчас. Полоска в морском стиле – такой же признак летнего сезона, как и цветочный принт. Но в последнее время дизайнеры подают ее весьма в оригинальных вариациях. Полоску совмещают на все лады с цветами, яркими цветовыми сочетаниями и разбивают ее строгий ритм. Характерны для этого лета также предметы в полоску оверсайз. Такие просторные вещи не прибавляют объема, а лишь придают летнюю расслабленность и непринужденность. В коллекциях сезона встречается не только вертикальная или горизонтальная полоска, но также диагональная или полосатый фьюжн. Ну и пока погода не жалует по-настоящему летними погожими денечками, настроиться внутренне на новый сезон можно в том числе и летним шопингом с его непременными атрибутами. В новой серии проекта «Преображение» мы продолжаем наблюдать за нашей участницей Ольгой, которая решила изменить свою внешность. Рубрику представляет Центр эстетической косметологии коррекции веса «Эстетик-центр». В прошлой серии проекта «Преображение» героиня Ольга познакомилась с инновационными тренажерами, а также посетила процедуру газожидкостного пилинга для выравнивания структуры кожи. Следующий этап комплексной программы снижения веса и омоложения – фотохромотерапия. Эта методика основана на лечебном действии света и цвета. Цветовые электромагнитные излучения положительно действуют на дерму, улучшая обмен веществ в клетках кожи и в организме в целом. Цвета разного спектра действия в зависимости от проблем, которые имеются у клиента, мы уже, косметологи, подбираем, какой цвет нужно подобрать именно в данном частном случае. Для Ольги рекомендован синий цвет, обладающий противовоспалительным и антибактериальным действием. Следующая процедура, которая ждет нашу героиню – микротоковая терапия. Она направлена на улучшение кровообращения, которое происходит как за счет расслабления мышц, так и за счет их тонизации. В итоге кожа получает больше необходимых ей питательных веществ и кислорода, уходит краснота и улучшается цвет лица. Это принцип действия микротоковой терапии, вот он, аппарат представлен, направленный на мышцы. Прорабатываем мышцы и их стимулируем благодаря тому, что подаются микротоки. Токи низкой частоты и силы процедура практически безболезненны, и никаких неприятных ощущений нет. Микротоки стимулируют клеточную регенерацию, обменные процессы, выработку коллагена и эластина естественным путем. В следующей серии проекта «Преображение» мы подведем предварительные итоги комплексной программы путем диагностики. После процедур стало много тренажеров. А также Ольга освоит новые виды инновационных тренажеров. Здоровья хочу, самое главное, потому что стало уже тяжело ходить, одышка появилась, колени устают. После посещения Центра эстетической косметологии «Эстетик-центр» Елена чувствует себя моложе. Качество «Эстетик-центр». В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Вы смотрите Beauty Time, далее выпуски «Мода как бизнес». Истории людей, которые решили посвятить себя фэшн-индустрии и добились в этом определенных успехов. Глядя на нее, кажется, что она родилась для того, чтобы делать этот мир красивым, помогать людям одеваться со вкусом. Карьера Оксаны Лебедко началась в магазине тканей и доме моделей. После была работа управляющей и байером в известном мультибрендовом бутике. Идея открыть свой бизнес реализовалась тогда, когда появилась помощница в лице старшей дочери. К тому моменту Ярославна уже стала дипломированным экономистом. Вслед за салоном белья «Феромон» открылся бутик «Школа». Школа, потому что это больше, чем место, где можно красиво одеться. Это скорее клуб, где близкие по духу люди проводят время в общении, получая новые знания. На самом деле к этому интерес был всегда. Я всегда хотела выглядеть не так, как другие. Я одевала своих кукол, причем очень тщательно одевала. Я им шила нижнее белье. А уже будучи в шестом классе, когда мне было 12 лет, на уроке труда, я сказала, что я не хочу шить ночную рубашку. Я хочу шить сарафан. И сейчас она моя коллега, а на тот момент она была моим педагогом, Валентина Ивановна. Она мне сказала, ну хорошо, если ты считаешь, что ты справишься, шей. И я сшила себе сарафан. Профильное образование мое на самом деле складывалось очень интересно и достаточно непросто. Я решила, что я буду художником-модельером. Но так как в Челябинске высшего учебного заведения на тот момент не было, я поступила на техническую специальность, на инженерно-строитель факультет. Я почему-то решила, что я могу быть архитектором, но проучившись там буквально два года, я поняла, что это вообще не мое. Я вышла замуж, родила ребенка, и я ушла с этого института на факультет сервиса легкой промышленной института. Вот там я была уже в своей среде. Заслуга родителей, заслуга моей мамы. Но она покупала всегда интересные вещи, которые меня всегда украшали. Меня, моего брата. В семье всегда все было красиво. Была красивая мама, была чистота в доме, был красиво накрыт стол. Вот именно все было красиво. Конечно, у меня был юношеский максималист, который не обошел меня стороной. Когда ты, наверное, находишься в этом подростковом возрасте, тебе кажется, что нужно обязательно все ультрамодное. Ты не понимаешь каких-то даже законов физики и законов пропорций. И на самом деле она на меня не давила. Просто я приходила, смотрела на нее, на ее обстановку. И, наверное, уже просто сама догадывалась, что хорошо, что плохо. Я не настолько смелый человек в плане бизнеса. И мне это было достаточно тяжело. И вот когда уже подросла моя дочь, получив экономическое образование, я, наверное, почувствовала, что у меня есть рядом человек, с которым, наверное, мне уже ничего не страшно. Она достаточно обладает сильным характером. И она очень ответственный человек. Если Оксана видит красоту, я вижу цифры. Вот, наверное, поэтому у нас такой неплохой тандем с ней. А именно в работу я окунулась, наверное, с момента своей свадьбы. Нужно было готовиться создавать три разных образа. И я, наверное, в этот момент оценила важность ее работы, важность ее труда, которым она занимается всю жизнь. И после этого, с течением обстоятельств, у нас получилось уже открыть свои проекты, в которых я ей помогала именно как экономист, как финансист, как организатор поездок, мероприятий. Ну, так как правая рука, как личный помощник. И этот бизнес как-то вот, он очень легко пошел. Феромон, он буквально решился за две недели. А когда уже попробовала что-то сделать одно, да, белье это интересно, белье это фундамент каждого гардероба. Ну, мне хочется больше, мне хочется шире. Только это был вопрос времени. Они оба ребенка, и как в любой семье, они разные. Абсолютно. Разная концепция, разная подача. Два разных направления. Но работают они все на красоту, на моду, на нас, девочек. Даже когда я отбираю вещи где-то на отборке, там, в шоуруме, я всегда смотрю и думаю, ну, вот это платье, это точно платье для Саши. А вот это платье для Ольги. Вот прямо на нем написано Ольга. Это происходит только потому, что я достаточно близко знаю своего клиента. Но вообще клуб, да, формат клубной системы, ее можно применить в любой сфере. Это, так скажем, наивысший уровень в индустрии услуг. И клиентам почему-то у меня тоже такой вот подход, как материнский, что ли. Мне потом хочется этого человека опекать. Мне хочется как-то в дальнейшем с ним сотрудничать, иметь с ним контакт. Полезна ли ему эта вещь в гардеробе? Насколько она себя окупила? Ведь вкладывая деньги в гардероб, мы деньги вкладываем в себя, в свое будущее, в свое продвижение. Разбор гардероба, сопровождение в других магазинах создания и имиджа. Спектр растет и растет с каждым днем. Я не могу сейчас сказать, что кризис – это плохо, или кризис – это страшно. Или вот этот кризис, сейчас все начнут одеваться в масс-маркет. Нет. Кто одевался в масс-маркет, тот будет одеваться в масс-маркете. Кто любит качественную одежду и индивидуальный подход, те будут одеваться качественными. Просто мы теперь будем более расчетливыми. Мы будем очень четко формировать свой гардероб. И очень четко планировать свои затраты. Планы есть. Планы пока, конечно, грандиозные. Что из этого выйдет, увидим. Мысли есть, идеи есть. Сейчас, конечно, мне их трудно обрисовать, какую-то четкую рамку. Но о том, что мы будем двигаться, это я просто уверена однозначно. Этой весной в «Бьюти Тайм» проект «Красивое тело». Об идеальной фигуре мы говорим с экспертами с точки зрения генетики, эндокринологии и косметологии. С практической точки зрения важно, конечно, знать гены. Но еще важнее уметь управлять ими. На основе генетических исследований специалисты подбирают индивидуальную специальную программу, которая позволяет наиболее эффективно запустить процессы выделения и детоксикации в организме. Смысл всех этих анализов заключается в том, что не только в том, чтобы сказать, есть ли у человека риск ожирения или нет. Я не думаю, что он будет очень рад услышать о том, что у него есть риск ожирения. Он хочет знать, как этого избежать. Три точки зрения на детоксикацию и очищение организма. Все выпуски «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта – имидж студия Елены Ивановой, ателье «Модный дом. Я» при поддержке магазина «Польская одежда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова